Раньше, если эти болера занимали 4-3 метра, сейчас буквально сам болер, сам болер вот он. Алексей Чубыкин, заместитель главного инженера Березняковского подразделения Т-Плюс, показывает новый блочный тепловой пункт. Он находится во дворе по Гагарина 6 и питает теплом 8 соседних домов. Такие пункты подогревают воду до нужной температуры согласно температурному графику. Новых блочных пунктов в Березняках построили уже 20 из 44. Остальные планируют возвести в этом году. Мы даже не поверим, что на этом месте было. То есть, если мы сейчас посмотрим, то оборудование здесь буквально 1,5 на 0,5 метра, а до этого здесь стояли большие кожухотрудные болера, которые тоже уже были в неудовлетворительном состоянии и которые занимали полностью вот это помещение. Старые муниципальные объекты не обслуживались долгое время и находились в плачевном состоянии. Их передача в концессию и замена позволили повысить надежность теплоснабжения в городе. Каждый новый пункт снабжает теплом от двух до десяти многоквартирных домов. Энергетики создают тепловой баланс в городе, инвестируя средства в надежность. При этом высокое качество коммунальных услуг обеспечено уже сейчас. Администрация города заключила концессионное соглашение с энергетиками. Последние, в свою очередь, активно принялись выводить теплоснабжение города на высший уровень. В 2019 году энергетики в рамках концессии направили более 80 миллионов рублей. Для обеспечения надежного теплоснабжения наших горожан-березняковцев мы также продолжим выполнять это мероприятие. И в 2020 году мы уже сделаем шесть таких тепловых пунктов. То есть шесть центральных тепловых пунктов у нас будет реконструировано. То есть у нас будет заменено полностью оборудование, теплообменное, тепломеханическое и также насосное оборудование. Также в этом году установят более 300 узлов учета тепла в многоквартирных домах. Продолжат замену тепловых сетей и начнут модернизацию правобережной котельной. В 2020 году по концессии в тепловую надежность Березняков планируется инвестировать почти 159 миллионов рублей. Зима позади, но энергетики ПАУТ и Плюс по-прежнему несут вахту по обеспечению теплом потребителей в городе Березняки. Для повышения качества услуг, отопления и горячего водоснабжения энергетики модернизируют блочные тепловые пункты. Фактически город получает новое теплосетевое оборудование и данная работа будет продолжаться в рамках концессии в 2020 году. С 2018 года Березняки отапливаются с единственного источника ТЭЦ-2. Отслужившая свое ТЭЦ-10 выведена из эксплуатации. Новая схема теплоснабжения уже показала себя в деле. И сейчас можно с уверенностью сказать, снабжение теплом горожан в надежных руках. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.